Здравствуйте, это Постскриптум, я Людмила Батюшкина. Сегодня мы поговорим об окончании учебного года и о подготовке к летнему отдыху. И сегодня в гостях у нас заместитель руководителя управления образования Карагандинской области Бакты Гуля-Дикенова. Бакты Гуль-Дикенова окончила каргу имени Букетова по специальности учитель математики. После окончания на протяжении 7 лет работала в городе Сатпаев учителем математики и информатики, а затем была методистом, главным специалистом, заместителем начальника управления образования города Сатпаев. С 2007 года работают в управлении образования Карагандинской области, курировала отдел общего образования, отдел анализа, аттестации и лицензирования. В настоящее время заместитель руководителя управления образования Карагандинской области. Почетный работник образования Республики Казахстан. У Бактыгуль Науканбаевны трое детей. Увлекается флористикой. Здравствуйте, Бактыгуль Науканбаевна. Подскажите, с какими итогами мы завершаем учебный год? Завершили, можно сказать. В целом, во всех организациях образования подходит к концу учебный год. Упор мы делаем, конечно, на преобразовательные школы. На сегодняшний день контингент у нас составляет порядка 172 тысяч учащихся. Из них более 15 тысяч – это наши выпускники девятых классов и 7 тысяч – одиннадцатых классов. Ну и среди выпускников одиннадцатых классов у нас даже определены 139 выпускников претендуют на знак Алтенбельга. Порядка 700 детей девятых классов претендуют на красный аттестат. Поэтому мы в целом подходим с неплохими результатами. А в целом, если вы смотрите, все равно вы работаете очень давно. И, наверное, все равно уровень средней образованности, грамотности наших учеников все равно же как-то вы отслеживаете. Вот на ваш взгляд, улучшается или ухудшается сейчас ситуация вообще в целом со знаниями? Я думаю, что у нас есть довольно-таки много положительных результатов в качестве образования. Об этом говорят наши результаты МАДО. Вы знаете, у нас уже третий год школы определяется определенное количество школ в Министерстве просвещения, которые проходят через образовательный мониторинг. И на протяжении последних наших результатов прошлогодних были довольно-таки высокие по сравнению с республиканскими показателями. В этом году в мае опять-таки прошли часть, оставшаяся часть, те, кто не проходили ранее данный мониторинг, тоже прошли. И вот ожидаем результаты, думаем, тоже будут хорошие. Кроме того, у нас продолжается работа с участием детей в конкурсах научных проектах, республиканских предметных олимпиадах. Там тоже у нас есть довольно-таки хорошие, высокие результаты. Ну и в целом, учитывая то, что сейчас стабилизировалась работа после ковида, много было проведено в каникулярное время работы с учащимися по восстановлению пробелов. Были приняты ряд, реализованы ряд проектов у нас в школах по устранению данных пробелов. В частности, допустим, у нас есть проект «Фамгау», который работает с учащимися 10-11 классов бесплатно. Дети на электронной платформе получают, в онлайн-режиме получают дополнительные уроки. Это в основном учащиеся сельских школ 10-11 класса и дети из семей малобеспеченных, многодетных и так далее. Все это в совокупности дает свои определенные положительные результаты. По поводу окончания учебного года, как в этом году будут организованы выпускные, экзамены? 24 мая во всех школах у нас прошел единый классный час. Это для всех учащихся. Главная тема – это блин от АНМА. Цель данного урока – это, прежде всего, формирование у учащихся уважения к педагогическому труду, объективно оценивать своего достижения по учебному году. Ну и главное – это стремление получения к знанию, обучению. На классных часах обсуждаются вопросы, которые они по подготовке еще к новому учебному году, даются рекомендации на летний период. В общем-то, этот классный час прошел у нас во всех школах, поэтому рекомендовано Министерством просвечения. 25 мая у нас прошли мероприятия для выпускников 11 классов. Миккебом Саган Маналхас. Это прощение школы для выпускников наших 11 классов. Ну а что касается выпускных вечеров, все выпускные вечера пройдут после завершения итоговой аттестации. Главная цель в данном мероприятии – это вручение аттестатов о завершении общеобразовательной школы, о честовании наших алтенбельгийцев, отличников учебы. Данное мероприятие пройдет в стенах школы с участием педагогов, учащихся, родителей, выпускников, в торжественной обстановке. По поводу окончания учебного года были жалобы о том, что родители не пускают, например, в детские сады на утренники и в школы. Что по этому поводу все-таки ответить? Как я только что отметила, мероприятие выпускного вечера, и, допустим, 25 мая после этого мероприятия для выпускников 11 класса проходит с участием родителей. То есть, если руководство школы не запускает родителей или руководство детского сада, то это незаконно, скажем так, да? Неправомочно. Ну, неправомочно, и мы-то таких установок, таких рекомендаций. Нет министерства просвещения, нет управления образованием, нет деталов образования, нету. Такие могут быть случаи только в случаях, если в данной организации есть какой-то карантин по какой-нибудь заболеваемости. Условно, в детских садах, вы знаете, у нас есть карантинная ветрянка, там, корь и так далее. В таких случаях, конечно, мероприятия проходят в закрытой форме. А так, в целом, если никаких запретов нету, то участие родителей не запрещается. Хотела бы допомнить, что выпускные вечера в нашей области планируется пройти в единый день, 14 июня. Празднование в кафе, ресторанах или что-то еще такое у нас по-прежнему? Мы не рекомендуем празднование. Последнее время мы больше нацеливаем наших выпускников и родителей не тратить такие средства на пышные празднества данного события в жизни их семьи, а больше направить это на благотворительные, на такие памятные для их жизни, как, допустим, оказать благотворительную помощь, либо посадить деревья, провести какую-то памятную акцию, то есть чтобы это событие в жизни было запечатлено именно в таких интересных мероприятиях. Ну, или хотя бы обеспечить отдых своему ребенку. Ну, или хотя бы обеспечить отдых своему ребенку. Да, либо обеспечить отдых, или выезд совместный на какой-то познавательно-образовательный, какие-то туры сейчас есть, возможности большие есть. Ну, и в целом ориентировать детей вот именно на больше воспитательные, добрые дела, будем так говорить. Но, к сожалению, все равно родители принимают решения, празднуют. При этом мы, конечно, даем рекомендации по обеспечению безопасности детей, и чтобы ответственность сложится именно на родителей. Но если все-таки вы узнаете о том, что празднуется выпускной вечер как-то пышно в каком-то заведении, это как-то запрещается, ограничивается? Ну, запретить мы не можем, но опять-таки рекомендуем, чтобы была обеспечена безопасность, не допускали какие-нибудь правонарушения, чтобы контроль от родителей обязательно был. Ну, вот смотрите, например, встречать рассвет. Раньше у выпускников это было чуть ли не самое яркое событие, что вот это памятное действительно. Почему все-таки у нас не хотят это вернуть? Может быть, это просто организовать как-то, не знаю, там, автобусы, что-то, чтобы вот действительно не было каких-то там стычек, которых у нас вот боятся и полиция запрещает. Ну, вопрос не и то, что мы там боимся и так далее, то вопрос в том, что все мероприятие по вручению аттестатов у нас проходит в стенах школы в дневное время, и больше других мероприятий мы уже не включаем. То есть в школах застолья тоже не предусматривается? Застолья ничего не предусматривается. Только торжественное вручение выпускникам аттестатов отметить отличников учебы, отличников общественной деятельности, которые активно участвовали в общественной жизни школы, отметить родителей, которые внесли определенный свой вклад в развитие школы, активно участвовали в общественной жизни школы, отметить хороших учителей за их работу. То есть это такое вот торжественное, красивое мероприятие, которое должно остаться в памяти и детей, и родителей, и учителей, потому что они тоже выпускают своих учеников, много лет работали, и отметят именно тоже труд педагогов. Я напоминаю, сегодня мы говорим про окончание учебного года, и в гостях у нас заместитель руководителя управления образования Карагандинской области Бакты Гулядикенова. Экзамены, процесс итогового тестирования как-то отличаются в этом году? Все у нас идет, правила изменения не внесены. Итоговая аттестация во всех школах у нас заканчивается до 11 июня. Девятиклассники сдают экзамен, одиннадцатиклассники сдают апреля, но я не буду останавливаться именно на какие экзамены. Все экзаменационные материалы по 11 классам мы получим до 25 мая с Министерства просвещения, по 9 классам готовим мы управление образования, направляется во все отделы образования эти работы, экзаменационные материалы. Все в штатном режиме, это называется итоговая аттестация. Параллельно, параллельно, уже выпускники 11 классов участвуют, сдают единое национальное тестирование. Кто желает поступать в высшее учебное заведение Казахстана, они все уже 16 мая начали сдачу единого национального тестирования, которое позволит участвовать в получении образовательного гранта. Я хотела бы напомнить, что вообще сейчас есть у выпускников сдавать пять раз возможность, два раза зимой и весною, они у нас и два раза в период мая до июля, и плюс дополнительно еще в августе. И только вот эти две попытки, которые они сдают в мае и до июля, эти результаты учитываются при распределении образовательного гранта. Поэтому сейчас у выпускников 11 классов, конечно, горячая пора. Параллельно они готовятся к итоговой аттестации и параллельно уже сдают единое национальное тестирование. У нас уже несколько лет же, да, вот эта система, что несколько раз дают ЕНТ. Скажите, как сказалось это на выпускниках? Снизилась ли вот эта нервозность, стрессовая ситуация? Потому что, когда это было один раз, действительно это был прям шок для детского организма. Как сегодня, ну, по прошествии этих лет, что вы наблюдаете? Я считаю, что это положительно сказалось на психоэмоциональном состоянии наших выпускников в целом и на состоянии родителей, выпускников. Сейчас они знают, что при пяти попытках у них есть точно, есть возможность хотя бы поступить на платной основе. Даже вот получают... У нас есть вузы, где очень высокий проходной балл, и это в основном вот медицинские вузы, да, вот. И даже получив очень высокий балл, даже 100, 90, 95 у нас ребята получают. С этими баллами они не проходят на образовательный грант, но они знают, что они пройдут на платной основе. Это тоже дает им шанс обучаться в высшем учебном заведении, а там уже в высшем учебном заведении показать себя. Если будут показывать хороший результат, то у них тоже есть возможность получить образовательные гранты, которые, допустим, высвободились в период обучения других студентов. Ну, вот то, что в пяти раз есть возможность, это, конечно, положительно сказалось. Ну и, конечно, то, что на участие в образовательном гранте два раза. Хотя вот изначально был всего лишь 10 на один раз. Что касается среднего профессионального образования, у нас очень много учили, в свое время закрылись. Сейчас вот слышала новость о том, что расширяется немножко перечень специальностей. Как, на ваш взгляд, и вообще нужно, наверное, еще больше, наверное, расширить, может быть, восстановить все специальности, новые какие-то внедрить? По области у нас 54 колледжа. В этом году порядка 10 тысяч студентов заканчивают эти колледжи. У них тоже итоговая аттестация будет проходить, правда, до 29 июня. Они сдают экзамены, практику, защищают дипломы. У них свой, как говорится, свой ритм жизни. Что касается вашего вопроса, да, у нас ежегодно проводится работа по получению лицензии на новые специальности, чтобы именно которые востребованы на рынке труда. Только в прошлом году у нас было введено новых 8 специальностей. Потом сейчас идет, завершают курсы, по некоторым невостребованным специальностям, мы их сокращаем, уже набор по ним не производится. И это, конечно, положительно сказывается на том, что в дальнейшем трудоустройстве выпускников колледжей. То есть если мы готовим по новым специальностям, по востребованным специальностям, в дальнейшем после завершения колледжа у выпускников есть, можно быть, уверенность в том, что они будут трудоустроены по специальности. Вообще мы задачу ставим, чтобы ребята, завершив это, устраивались на работу по специальности. Есть категория студентов, которые продолжают обучение и поступают в высшую учебные заведения. Они также, как и выпускники школ, сдают единое национальное тестирование, также регистрируются. И вот в период, летний период, могут сдавать ДНТ и также поступать в высшую учебные заведения. Хотела бы еще, пользуясь случаем, сказать, что в этот прием у нас, госзаказ в колледже у нас в этом году увеличился на более тысячи единиц. Также хотели отметить, что увеличение будет отмечаться именно по медицинским специальностям. В новом учебном году будет, как и в этом году, повышена на 50% стипендия для студентов колледжей. И поэтому приглашаем наших выпускников 9 классов, 11 классов для поступления в колледжи области. Прием документов начнется у нас 25 июня. Если это на рабочей специальности, то они поступают по собеседованию. Если это специальности среднего звена или прикладного бакалавриата, ребята будут участвовать в конкурсе. И в конкурсе это, главное, это средний балл аттестата. Ну и напоследок, может быть, что-то пожелаете выпускникам, которым предстоит ЕНТ или предстоит поступление в ВУЗы? Ну, конечно, всем нашим выпускникам школ, выпускникам колледжей. Я прежде всего всех их поздравляю с завершением учебного года, с завершением вообще определенной ступени в своей жизни. И им, их родителям я желаю прежде всего здоровья, успешной сдачи итоговой аттестации, успешной сдачи единого национального тестирования и стать обладателями образовательных грантов в будущем. Прежде всего, конечно, желаю, чтобы они выбрали ту специальность, которая станет, конечно, определить их дальнейшую жизнь. Ну и станет любимым делом, наверное. Да, любимым делом на всю жизнь. И они от души будут работать по данной специальности. Ну и прежде всего, конечно, я им желаю, чтобы они были спокойны, уверены и не огорчались, и не опускали руки в случае неудачи. Потому что возможности у нас большие. Есть возможность обучаться и на платно-остове, и на грантах. Поэтому я желаю им всем успеха. Спасибо. И хорошего, конечно, летнего отдыха. Бактыгульна Камбайн, спасибо вам большое за ваши ответы. Я напоминаю, в гостях у нас была заместитель руководителя областного управления образования Бактыгуля Дикенова. Всем удачи и до свидания. Субтитры подогнал «Симон»!